Добрый день! Сперва разберем начальные данные, исходя из которых мы будем делать документы реализации. Наша организация находится на упрощенной системе налогообложения. Поступление товара мы уже сделали. Заходим в покупки, поступление, акты накладные УПД. Откроем проведенный документ. Мы закупили некий товар, 10 штук, на сумму 20 тысяч рублей. Откроем проводки по кнопке дебет-кредит. Обратите внимание на 20 тысяч в дебете счета 4101 товары. Это себестоимость товара, которую мы будем списывать при продаже. Теперь приступим к реализации. Заходим в продажи, реализация, акты, накладные УПД. Открывается список реализаций, сейчас он пустой. Чтобы добавить новый документ, нажимаем кнопку плюс и на выбор нам дается три варианта. С точки зрения программы все они один и тот же документ, но представлены в разном виде. Когда нужно реализовать только товары, выбираете первый вариант и в списке номенклатуры можно будет указать только товары. Второй вариант – только услуги. Третий вариант – в документе будут две вкладки, одна для товаров, другая для услуг. Разберем, как программа определяет, что товар, а что услуга. Вид номенклатуры указывается в ее карточке. Заходим в справочники, номенклатура. Откроем заведенную нами позицию, некий товар. Видим поле «Вид номенклатуры». Это поле нужно заполнять внимательно, причем именно с точки зрения учета. Например, если закупаете деревянные доски и их в том же виде продаете, это товар, а не материалы. Или если вы закупаете средства индивидуальной защиты и затем продаете их в том же виде, с точки зрения учета это также товар, а не спецодежда. Поле «Вид номенклатуры» влияет на то, на каких счетах эта номенклатура будет учитываться при поступлении. Приступаем к реализации. Возвращаемся в список документов, продажи, нажимаем «Плюс», выбираем вариант товары. Поле «Контрагент». Предположим, что мы покупатели еще не заводили. Откроем список выбора, нажмем «Плюс». Поле «Наименование» в программе заполним как «Покупатель ООО». «Записать и закрыть». Покупатель подставился в документ. Затем в списке товаров нажмем «Добавить». В списке быстрого выбора нам уже предлагается некий товар, его и выберем. 10 штук на сумму 30 тысяч рублей. Нажмем «Провести». По кнопке «Печать» можно распечатать расходную накладную и другие документы при необходимости. Смотрим проводки. Первая проводка – это как раз списание тех самых 20 тысяч рублей себестоимости. Вторая проводка – уже по выручке на сумму продажи. Все верно, все стандартно и именно для того, чтобы проводки были корректные, нужно правильно заполнять вид номенклатуры в ее карточке, так как разные виды номенклатуры будут учитываться на разных счетах. Спасибо за внимание. Оставляйте комментарии, ставьте лайк. Хорошего вам дня!